Всем доброго времени суток! Севка едет в машине по городу и любуется свечками каштанов. Не дать не взять ежик в тумане. Опять полились из него льстивые дифирамбы макаковые. Я их пропустила. Ко мне приходила рекомендация посмотреть на ее канале, что там Севка наснимала, как она выступала. Но интереса это у меня вообще никакого не вызвало и я не стала смотреть и открывать. Единственное, что на тот момент, когда мне пришла рекомендация, прошло 2 часа после публикации, посмотрело всего 5000 человек. Сейчас, наверное, на данный момент будет больше, а пока ролик выйдет еще больше. Но в любом случае, у меня это интереса никакого не вызвало. Пока он на ней лопотал, я смотрела на небо. Он ехал в машине и камеру не на себя повернул, слава богу, а на дорогу. Ну и частично попадала в объективы неба. Я очень люблю глазеть на небо, плывущие на нем облака. И ведь складываются же эти облака в разных животных, предметы. Летом, ну вообще красота. У нас крыша шиферная, матрас положим, лежим, любуемся. Ночью на звезды глазем. В августе у нас такие звездопады начинаются. И вот представляете, крыша за день прогревается, теплая такая, сверчки поют. В сумерках там летучие мыши шныряют, птицы. И вот слышно, как вдалеке то сыч поют, то сплюшка, то еще какие-то птицы. Если не спится, захочется есть, идем в огород. Дом от огорода далеко, темень страшная, хоть глаз выкали. Но идти не страшно. Знаем, где что растет. Рвем помидоры, огурцы, яблоки, груши. Можно было бы зайти дома, взять еды, но это же не так интересно. В огороде с куста свеженькое, оно же намного лучше. И вот на улице под колонкой помоем это все и опять на крышу. Огрызки там покидаем в хоздвор. Куром с утра будет что поклевать. Очень я люблю наши места и вообще вот местность, где я живу. Вернемся к обзору. Такое лирическое небольшое было отступление. Бедная Маня. Севка говорит, ой-ой-ой, как же ей приходится тяжело и трудно работать. В поте лица. Понимаете, комбайнеры, землепашцы, они не столько вкладывают труда и усилий, сколько эта Манечка. Опять намечается у них очередной поход в ресторан. Маня повел бы ее в чебуречную. Пусть она удивится. В Киевсе же были уже. Значит, следующий этап это пирожковая или чебуречная. Аж с придыханием он говорит. Идем. Смаш. О, Господи, вот это убогое раболепие. Он даже не замечает. Но со стороны-то это все слышно. Маня, конечно же, его использует. А этот, но он тоже пытается погреться в лучах более успешного певца, чем он. Все-таки Манька, как ни крути, а певец с именем. Для него и эта ведь планка, которую достигла она, недосягаема. Зрителям так понравилось видео с Машей. Ну уж, не знаю, не знаю. У меня на канале все как один написали. Фу, макакова. Фу. И такая, и сякая, и много еще чего нелестного. Если у Севки это все писали на канале, тогда мне непонятно, почему он сейчас говорит. Ой, как же ее обожают. А может быть и наоборот. Там как раз-таки собрались такие, которым она прям заходит на ура. Нравится. Так ему нравится ей помогать. Она не умеет обрабатывать видео. Он ей записал видео, обработал. Она потом скачала готовое и загрузила себе. О, до чего дошло. Что-то я не заметила у него вот такого первозданного рвения в помощи раскрутки канала, например, той же самой Лесси. Наоборот. Он говорил, а нафига мне поднимать рейтинг чужого канала? Ведь это же мои зрители пойдут туда. Мои зрители, понимаете? Помещик. Его зрители. Барин. Даже брата с племянницами упрекал. Ну, не всех, конечно. Дианку, например, не упрекал. Но и не рекламировал так активно. А тут, хоть и Макакова, но ведь с именем. Вдруг это посулит однажды ему хорошую выгоду? Севка, конечно же, палец о палец даром не ударит. Это точно. Севка говорит, а разве только Мане я помогал? Ну, нет, не только Мане. Еще был Коля и его семья. И всего лишь. А всем остальным нет. Он говорил, а я не буду теперь у них на канале сниматься. А зачем? Нет, не хочу. Пришел Севка к Наде. Надя с порога на него. А почему ты запретил приходить к ней в ТВшке и Зине? Боже мой. Я бы, честно говоря, если бы услышала это, сказала бы, слава тебе, Господи. Слава тебе, Господи. Боже мой, запретил, запретил. Это же счастье. Не придет больше это... Даже не знаю, как ее в данный момент назвать. Ну, ладно, пусть будет традиционно. Бабка. Слава Богу. Я хотя бы буду сидеть в тишине и спокойствии. Никто не будет мне капать на мозги. Никто не будет упрекать. Не надо шуршать перед ней. Что-то готовить, угощать. Чтобы она валялась грязная, вонючая, обоссанная, с жирными волосами на моей кровати. Я не смогла бы спать на этой кровати, на которой валялся кто-то еще. Вот просто не смогла бы. А после бабки это 100%. Вот она ушла бы, я бы бросила это все в стирку, постирала бы, высушила. И только тогда легла бы в эту кровать. Но не после нее. Больше, чем уверена, Надя не стирала. Говорит Севке. Ой, Надя, говорит, не переживай. Мне врач сказал преодолевать расстояние в 5 километров в день. Ничего себе, Севка говорит. А ты их преодолеваешь? Она говорит. Ну, я три раза уже выходила в магазин. Вот лучше бы пошла на набережную. Такое место там показал Севка красивенное. Боже мой, там же можно сидеть и наслаждаться, набираться вот этим позитивом. Деревья, вода, небо. Такое классное. Честно, сделала скриншот. Думаю, ну, какое красивое. Вот картинка какая красивая получилась. Это в магазин, на кухню. Потом пришла, на кухню возилась. На набережную, туда, к людям, другим. Ни к этим, ни сидеть, ни ждать вот эту бабку, Зину и прочих всех. Зачем они ей нужны? Вот понимаете, каждому свое. Я бы туда, к природе, на набережную, насколько было бы возможно. Но только бы подальше от бабки. А она по магазинам и на кухню готовить. Сложно избавляться от привычек, которые сложились у нее уже просто за годы ее жизни. Уже эти привычки и эта кухня, хождение на ней, довели ее вот до такого состояния, до операции. И она продолжает все еще там находиться. И бежать надо из этой комнаты. Она должна стать для нее самой последней в ее жизни. Далее Надя говорит, я обалдела. На пятый этаж надо подниматься каждый день. Это что она хочет сказать? Врач прям так и сказал. Надя, ходите на пятый этаж каждый день. Ну что ж, тогда вперед. До пятого поднялась, а дальше на лифте, на четырнадцатый. В чем проблема? Севка говорит, да я не хочу, чтобы ты возилась на кухне, готовила для варана. Хорошая идея. Наде надо ходить далеко и высоко, как сказал врач. Но если она опять не врет, ну не враг же она себе в конце концов. Пусть она ходит к ТВшке, а та ей будет готовить. Ха, не тут-то было. Бабка пока не выкружит у нее, не сожрет на сто семьдесят тысяч. Она ведь не успокоится. В тот день, когда Севка запретил ТВшке идти с Зиной к Наде, она сказала, Надя вначале пойдет в больницу на перевязку, а потом сказала, что она всю ночь не спала и хочет лечь и отдохнуть. Оказывается, в этот день некая Таня пригласила Надю в гости. И она, отложив сон на другое время, пошла. Ну, правильно, чем херями прислуживает, лучше самой пойти в гости. Передала эта Таня презенты для Севки. Севка стала рассматривать, говорит, там формы всякие, присыпки, глазурь. Ну, в общем, все, что ему необходимо для кулинарного канала. Ну, и плюс Надю еще угостили какими-то там конфетами. Севка говорит, ну, а дашь кому-нибудь? Кому? ТВшке, например, а? Ну, если, конечно же, она не слопает. Хотя, а почему нельзя ей, например, время от времени позволить себе какую-никакую конфетку съесть? Понятное дело, что Надя их уже наела в течение жизни. Ого-го, сколько результатов этого потребления мы видим воочию на экранах. Но все-таки совсем оставаться же без сладкого нельзя. Хотя, хотя, справедливости ради, когда Надя оставалась без сладкого? Севка привез пирог, а она себе и в этом не отказала. Но вот если бы она понемножку. Шоколад, судя по всему, хороший. Италия, что бы вы думали? И она могла бы себе понемножечку, время от времени, себе его позволять. А какой Севка тактичный? Мастер просто делает комплименты. Говорит, Надя, ты как бочка. Это слово бочка он повторил много-много раз. Он маманю свою не видит? Что-то тоже, как бочка. Жиром заплыли и руки, и лицо. А брюхо? Я вообще молчу. Это же ужас ужасный. Нет, он этого не замечает. А Коле? Пусть скажет Коле такой комплимент, что он как две бочки. Надя говорит, да я спросила у врача, почему у нее такой вес. Он говорит, это все отечность, жидкость там. Ну, не на 80 килограмм, наверное, жидкости. Хотя я в этом не разбираюсь. Может быть, она частично набрала вес, а частично жидкость. Вот и складывается в одну сумму. Ой! Она попросила Севку выключить, пока она будет менять шприцы. Набрались у нее шприцы. Ужас! Как это все ужасно выглядит со стороны. Вот эта сукровица. Полный шприц! Ну, Севка, конечно же, не выключил все это, показал и нам. Да, вот эта операция послеоперационный период, я вообще не знаю. Это для меня какой-то кошмар за всем этим наблюдаться. Просто, просто нет слов вообще все это вот описывать. Ну, и вот он ей все. Бочка, 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 бочка. Я вот так и не понял, почему у тебя такой вес. Ну, взвешивали же вечером, а надо утром натощак. И одежды на ней было более чем достаточно. Ведь вся одежда большого размера и весит она тоже немало. Вспомнили они, как Ольга Леонтьевна хлопнула Надю по спине. Это она таким образом поприветствовала. Надя говорит, как она меня гепнула по спине. Аж почувствовала там, как внутри что-то или отдалось, или, ну, в общем, что-то такое там у нее произошло. Столько возмущений было. Она же знала, что Надя после операции себе говорит, откуда? Ну, она спросила, типа, ну, как ты? Ну, это, возможно, она спросила в отношении операции на коленных суставах. Вряд ли Ольга Леонтьевна сделала это со зла как-то специально и намеренно. Я вообще не склоняюсь к этой мысли абсолютно. И Надя возмущается, возмущается. Говорит, если бы ребенка она так стукнула, убила бы у нее такая тяжелая рука. А когда Севка в машине ее три раза тряхнул, это три раза, которые попали в видео. Без видео за время поездки этих разов могло быть гораздо больше. Дороги убитые. Что-то японское, знаете, то яма, то канава. К Севке претензий почему-то она вообще никаких не предъявляет. Говорит, абсолютно, благодетеля обидеть нельзя. Она говорит, ничего, ничего, все, все нормально. Да, там тряхнула. Как она прям, аж в забудыхание сперла. Так у нее там все тряхнулось. И первый раз Севка еще как-то отреагировал. Ой, да, надо было мне не так поехать. Надо было тише, надо было медленнее. А потом чешет, что она там кривится. И как она там вздыхает, охает и ахает. Ему вообще на это все было наплевать. И она ни словом ни разу его не попрекнула. Далее, Севка так часто говорит о применении палки в адрес мамы. А я когда вижу, как вот он вначале дразнит кота. Именно дразнит. Вот так как он знает характер пусика и знает, что можно делать, чего нельзя делать с этим котом. Но если он делает, то, соответственно, он делает это специально, чтобы иметь возможность гонять этого самого кота, чем он с удовольствием и занимается. Начал там с пусиком хоп-хоп-хоп. Тот, конечно, тут же ему дал сдачу. И тот, ах ты такой. И как начал за ним, как ненормально гоняться по всей комнате. Загонял кота. Боже мой, вот взрослый мужик, нечем занес. Пусть знает, кто тут главный. А я, кстати, вспоминаю, как только он выкупил, скажем так, этого кота. И его нашли. Он за него заплатил и остановился в этой квартире. Он его позвал к себе, включил трансляцию, положил с собой на кроватку, начал гладить. И видно было, что кот нервно подергивает хвостом. Если мне не изменяет память, кто-то из зрителей написал, оставь кота в покое, ты видишь, он нервничает и дергает хвостом. Кот его видит, ну, после длительного периода, первый раз. И он все равно продолжил его драконить. Кот его стукнул, как он швыронул его с кровати. Если кто-то смотрел эту трансляцию, вы наверняка помните этот момент. Вот вам и любитель животных в действии. Далее Севка собрался уходить. Говорит, к маме пойду. Надька говорит, и я с тобой. Можно? Боже мой, не может человек спокойно сидеть на одном месте. Обязательно надо идти. Вот не пойму я вот этой привязанности именно к бабке. Знаете, хоть куда. Хоть куда. Но только бы не сидеть дома и уйти. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока.